В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях глава Заполярного района Виктор Ильин. И речь пойдет о 15-летии района. Виктор Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте, Ольга! Виктор Николаевич, так как речь пойдет у нас о 15-летии Заполярного района, можете вы вкратце обозначить самые основные вехи становления района и тех людей, которые стояли у истоков образования? Образованный в 2006 году Заполярный район прошел трудные веточки своего становления. И, конечно, хочется отметить первого главу района Заполярного, безумного Александра Вячеславовича. Он и Окладников Владимир Александрович – это те люди, которые были первым главой и представителем Совета Заполярного района. Сложная была ситуация, но благодаря слаженной команде Заполярного района смогли поставить район на ноги и очень активно развиваться. К сожалению, пришли времена не такие простые и в 2015 году полномочия Заполярного района были сильно урезаны. Но, тем не менее, переформатированный состав Заполярного района, произошли изменения в руководстве. То есть полномочия главы Заполярного района были разделены и было принято решение об образовании главы непосредственно Заполярного района и главы администрации Заполярного района. После этого мы сейчас живем уже в новых реалиях и, конечно, делаем все возможное, чтобы совместной слаженной работой улучшить ситуацию в районе. А если в двух словах описать, каким сейчас стал район? Что он из себя представляет? Что такое Заполярный район сейчас? Ну, он все такой же необъятный, большой, он все такой же наполненный нашими замечательными людьми, добрыми, отзывчивыми, которые всегда гостеприимны, но и требовательны, которые всегда могут спросить за ту работу, которую мы для них делаем. Качественно или некачественно, это определяют, конечно, они. Ну, а мы стараемся улучшить их жизненную ситуацию. А что вы подразумеваете под улучшением? Что в первую очередь нужно улучшить? Какие самые важные улучшения вы можете отметить для жителей Заполярного района? Ну, для нас приоритеты основные. Это, прежде всего, конечно, строительство жилья. Потому что, посещая наше муниципальное образование, наши поселения, наши деревни, мы видим, какой обвешалый жилищный фонд. Естественно, мы изыскиваем все силы, возможности для того, чтобы строить новое жилье. К сожалению, у нас не так много денег с тем, чтобы мы могли построить много жилья в один год или в два года. То есть это у нас растянуто. Но здесь, приезжая в эти населенные пункты, мы встречаемся иногда с тем, что даже выделив деньги, мы иногда и строим с браком. Это наша проблема, наша головная боль. И на сегодняшний день мы прикладываем все усилия для того, чтобы эту ситуацию исправить. Следующее направление, которое у нас есть для улучшения жизни наших сельчан, это создание условий комфортного их проживания. Ведь легко жить в городе, когда ты приходишь, у тебя горячая вода, теплый туалет, когда тебе не нужно выносить помои, когда ты в шаговой доступности от тех или иных видов услуг. А когда ты живешь на селе, и ты понимаешь, что если ты не подбросил угля в котелок, то придешь домой, могут быть проблемы и с разморозкой системы отопления, и вообще с холодом. И за ночь, вот у нас зима была очень холодная, все, наверное, на селе почувствовали. И, конечно, когда наши жители в возрасте, когда они по несколько раз за ночь встают с тем, чтобы подкинуть угля, то, соответственно, конечно, хочется создать им условия, чтобы это было точно так же комфортно. Да, у нас есть сейчас хорошее снабжение электроэнергии, но для нас еще важно, чтобы как можно больше мы могли подключить к центральному отоплению наших жителей. Не дешевое, я скажу, это удовольствие, но, тем не менее, мы к этому стремимся. Для нас это вот второе направление. Ну, третье направление, которое тоже очень значимо, это создание производства. В прошлом году мы взяли часть полномочий по сельскому хозяйству за полярный район. И теперь у нас стоит приоритет. И мы с депутатом, с депутатским корпусом, с администрацией за полярного района определили, что нам необходимо строить фермы на селе. С трудом это дается, с трудом нужно, мы находим деньги на это, но, тем не менее, это приоритет. Почему? Да потому что это рабочие места. Конечно, мы не откладываем в сторону и решение проблем наших в жилищно-коммунальной сферы, потому что те же дизель-генераторы, водоочистные сооружения, они тоже необходимы. И в совокупности как раз это дает комфортное проживание наших жителей именно на селе. Вот к этому мы стремимся, этого стараемся достигнуть. А как часто вам, как часто вы бываете в населенных пунктах? Там же получается, что работа основная должна вестись непосредственно, да, где-то не в окружной столице, а все-таки, наверное, нужно бывать там часто, да, как часто вы бываете в селах? Ну, на самом деле, конечно, нельзя из кабинета теплого понимать, как живут наши сельские жители. Это, ну, невозможно. Поэтому как можно чаще я стараюсь выезжать. Иногда это получается два, иногда пять раз. То есть тут не спланируешь, в зависимости уже от обстоятельств. И выезжая в сельские населенные пункты, конечно, стараешься как можно больше времени уделить непосредственно общению с жителями. Потому что только через общение можно понять те проблемы, которые у нас существуют. Ведь ежу не я один. Весь наш депутатский корпус очень активно включился в работу. И все депутаты Заполярного района ездят по муниципалитетам. У нас уже сложилась практика. То есть мы ездим в командировку. После командировок встречаемся, обсуждаем наиболее острые проблемы, которые существуют. Обращение граждан. И совместно намечаем пути их реализации, решения. И это нам помогает действительно находить источники экономии, денежных средств. Потому что для нас, для бюджета Заполярного района, мы считаем, что каждая копейка должна быть рачительно использована. И мы не миримся никогда, когда мы видим бесхозяйственность. Мы тут же с администрацией начинаем разбираться в том или ином вопросе. Таких примеров я могу привести очень много. И, конечно, радует, когда наши депутаты, особенно те, которые первый созыв активно включается, и у них горят глаза, они готовы сделать еще больше, больше. И вот этот единый порыв Совета Заполярного района, я считаю, очень позитивный. Ведь мы отработали всего лишь полтора года. Но результатов, которые у нас есть, мы можем ими гордиться. Нерешенные проблемы брания, мы начинаем потихонечку их сдвигать с мертвой точки. И самое главное для нас, для каждого депутата, это обращение граждан. То есть для нас важна обратная связь. Ведь когда ты работаешь непосредственно в кабинете, ты не можешь почувствовать ситуацию. Когда ты на месте, когда тебе приходит один, другой, третий гражданин, обращается по личному вопросу, ты тогда понимаешь, что эти вопросы, они должны быть решены. Не все у нас, не все полномочия наши. Но тем не менее, мы для себя поставили одну цель. Чужой беды не бывает. И мы руководствуемся этой целью, мы добиваемся того, чтобы каждое обращение было максимально использовано. Для нас это очень важно. Потому что это отношение и к нам. И хочу откровенно сказать, да, и когда самое приятное во всей этой работе, хлопоты, понятно, они тяжелые всегда, да, там, тебе приходится где-то слушать упреки в свой адрес, да, там, говорят, вот здесь не справились, вот тут вот у вас плохо. Мы над этим работаем. Но когда ты прилетаешь, допустим, в населенный пункт, тебе подходит неизвестный человек и говорит, Виктор Николаевич, спасибо. И ты не понимаешь вообще, что ты, за что. А потом тебе говорят, а это вот решили вопрос по земле. Виктор Николаевич, тут случай был такой, мы приходим, были в командировке в Индиге с Олегом Ивановичем Давыдовым, шли по объектам, ну и зашли в баню, посмотреть как там. И вот мы это самое, зашли, и заходят женщины, был женский день, вот, они говорят, так, Давыдова мы знаем, а это кто? Я говорю, Ильин Виктор Николаевич, глава района. А, это вы глава района. Думаю, ну сейчас перепадет. Они говорят, спасибо, Виктор Николаевич, за то, что мы имеем возможность льготной помышки в бане. Вот такие моменты, конечно, украшают нашу всю депутатскую деятельность. И чем больше вот этих спасибо, тем, конечно, приятнее работать и хочется сделать как можно больше. А если говорить вот по населенным пунктам, какой из населенных пунктов самый, ну не проблемный, а так можно сказать, самый беспокойный, больше всего беспокойство, больше всего обращений от жителей, из каких населенных пунктов? Ну, я, наверное, так не скажу, с каких населенных пунктов больше всего обращений. Дело в том, что, ведь ты когда туда приезжаешь, они вот, сейчас был недавно, да, в Харуте, вот, одни обращения. Я не скажу, что он беспокойный. Я был в Индиге, он тоже небеспокойный. В Усть-Каре, в Каратайке, в Амдарме. То есть, где бы мы ни были, это, ну, таких беспокойных, ну, нет их. На самом деле, они все особенные, они все со своим характером, населенные пункты у нас, вот, но все они открытые, доброжелательные. И, конечно, хочется сделать так, чтобы люди, которые там проживали, да, они чувствовали заботу. Если нам это хотя бы чуть-чуть удается, ну, значит, мы на правильном пути. А сложно решаются вопросы, которыми обращаются жители к вам? Трудно? Есть такие вопросы, которые, ну, очень сложно решаются? Или все, в принципе, в одинаковом идет русле? Ну, вопросы, на самом деле, разные. Вот, после Нового года, допустим, было обращение жителей Коткина. У них подключены к центральному отоплению было несколько, там, пять домов. И говорили, что в домах холодно. Вот, мы вместе с руководителем Северо-руком сервиса поехали в Коткино разбираться в данной проблеме. Обошли все дома. Вот, и, естественно, увидели, что, да, действительно, в домах прохладно, вот, хотя котельная работает на полную мощность. Оказалось, есть проблема с разводкой непосредственно в домах. Когда эти проблемы устранили и добавили еще один дополнительный насос, в домах стало тепло. Я, когда теперь уже приехал, я всегда интересуюсь теми вопросами, которые мы отрабатывали, тепло или нет. Люди говорят, да, Виктор Николаевич, тепло, спасибо, все хорошо. То есть, я хочу сказать из опыта, вот, процентов на 60, наверное, ведь ни один вопрос не требует денежных средств. Денежных средств требуют только те вопросы, которые касаются непосредственно жилых домов строительства, да, переселения. Вот это да, ну, какой-то социальной помощи. А все остальное власти могут и должны решать. И это в наших силах. Я хочу сказать, что вот у нас в Совете Заполярного района сложилась очень хорошая команда, которая нацелена на результат. То есть, мы любое действие, любой нормативно-правовой акт направляем на то, чтобы был положительный эффект. Неважно, в какой сфере. И тогда, ну, на самом деле, наверное, опять же, возвращаясь, да, если люди будут говорить спасибо, значит, мы на правильном пути. А вот когда вы не ездите, каким образом, когда вы не ездите в населенные пункты, каким образом обращения к вам поступают? По интернету, по письмам приходят, как к вам обращаются? Как обратная связь вот это происходит? Как правило, мне все звонят по телефону. То есть, у меня телефон один номер, он всегда доступен, то есть, я всем раздаю. Вот, есть люди, которых я опираюсь в муниципальных образованиях, они уже, как бы, собирают вот эти все проблемы и на меня начинают выходить, да. Виктор Николаевич, нужно решить тот или иной вопрос. И у меня практика, это самое, я никогда не затягиваю с решением обращения, приемом граждан. То есть, как правило, я работаю до полвосьмого, до восьми. И после восемнадцати часов, то время, когда, во-первых, люди дома уже, да, и могут подойти со своей проблемой, ну, веду прием по личным вопросам. Поэтому дальше уже начинает работать команда, где-то происходят пробуксовки, тут включаюсь я. Точно так же и у наших депутатов. То есть, к ним обращаются, у нас есть уже негласная договоренность о том, что если на их уровне какой-то вопрос решить невозможно, они выходят на меня, я включаюсь опять же в этот процесс, вот, мы помогаем его решить. Ну, депутаты потом отчитываются перед своими избирателями, потому что это командная работа. Совет Заполярного района, это командная работа. Ну и, конечно, вместе с администрацией. Хотя у нас бывают разногласия, иногда жаркие споры и, это самое, недовольство друг другом. Но, тем не менее, расходимся, опять же, что-то дело переосмысливаем, ну и возвращаемся за стол, садимся, идем дальше, потому что только так можно чего-то добиваться. Без обид. Виктор Николаевич, несмотря на то, что еще время есть, но уже сейчас начался Северный завоз, да, это очень актуальная тема для Заполярного района. Расскажите, пожалуйста, что будет в этом году, какое качество, что вообще будет завозиться, что актуально для... Ну, я с вами, на самом деле, полностью согласен, потому что жизнеобеспечение всех населенных пунктов в течение года, конечно, это осуществляется через Северный завоз. И для нас качество Северного завоза, это очень актуально. Я скажу, с чего мы начали в 2019 году, когда я только стал, когда мне депутаты доверили возглавлять Заполярный район, стать главой Заполярного района. Мы тогда поехали по деревням, потому что были жалобы. Жалобы на что? На то, что качество леса, древесины, да, для отопления было низкого качества. И вот тогда мы ездили в Харуту, смотрели, да, действительно, я сам родился в леспромхозе, начинал трудовую деятельность там. Я понимаю, что такое хороший лес, а что такое гнилой лес. И тогда мы увидели действительно лес гнилой. После этого администрация Заполярного района отработали по определению качества леса. И мы с депутатами решили, что мы свой депутатский контроль будем осуществлять. В чем осуществлять? Прежде всего, это объемы. Потому что иногда получалось так, что не полностью объем завозили, начинали разбираться. Кто-то неправильно посчитал, кто-то неправильно высчитал объемы этого угля. Вот для того, чтобы не было вот таких проблем, конечно, мы все это берем на себя в том числе. Потому что депутатский корпус на местах включается в комиссии, с тем, чтобы посмотреть по объему и, самое главное, по качеству. Вот в 2019 году уголь был качественный. Им все радовались данному углю, потому что он долго горел, хорошая теплоотдача, его не надо было ворошить. К сожалению, в этом году мы уже столкнулись по факту, когда от жителей стали поступать обращения, что уголь некачественный. Ну, в каком смысле некачественный? То есть, его нужно постоянно ворошить. То есть, он коксуется и может потухнуть. И представьте, я ухожу на работу, должен где-то прибежать во время, если я учитель, во время перерыва, там, поворошить этот уголь, потому что он может затухнуть, я приду домой, у меня батареи будут холодные. Кроме этого, стали разбираться, взяли администрация Заполярного района, взяли этот уголь на проверку качества. Он соответствует, но он не подходит для наших условий. И поэтому вот в следующем году, ну, вот в этом году, да, мы будем стремиться, чтобы уголь пришел с Хакасии, но именно с той шахты, да, где был в 19-м году. Потому что он тоже хакадский, но шахта может быть другая, разрез может быть другой. Я не знаю. Поэтому для нас это очень важно. И, конечно, когда жители говорят о том, что, да, качество угля плохое, но ты понимаешь, что ты уже сделать ничего не можешь в этом году, конечно, становится обидно. Вроде и деньги, это самое. И у нас сейчас Северный завоз осуществляла Ненецкая нефтяная компания. Я хочу ей сказать огромное спасибо, потому что те вопросы, которые мы, задачи, которые перед ними ставили, они выполнили. Прежде всего, по качеству топлива. Потому что в 19-м году топливо, поставленное в Усть-Кару, оказалось недолжного качества. И только тогда, когда жители купили бензин, мы узнали о том, что этот бензин не пригоден для техники. Казалось, там есть добавки воды. Естественно, вот такое качество поставки нам не надо. Ненецкая компания, каждая бочка, мы даже специально проверяли, каждая бочка имеет свою крышку фиксации, которую можно легко снять, но обратно никогда не оденешь. То есть, уже для махинаций возможности нет. Поэтому для нас качество и объем – это основа. Потому что Северный завоз – это безопасность. И, конечно, нам тоже очень важно, когда мы поставляем технику. Она должна служить долго. И когда мы понимаем, что мы вкладываемся в технику, вкладываем большие средства в нее, и когда она в течение года выходит из строя, мы задаем вопрос. А кто же за это отвечать должен? Причем, вот только совсем недавно я разбирался с этим вопросом. Да, мы закупили шесть дизель-генераторов в 30-х в Куе Макарова. Из шести – пять нерабочих уже. Года не прошло. Причем мы говорили о том, что не надо этого делать. Я имею в виду депутатский корпус. Потому что мы слышим тех, кто работает непосредственно на местах. И когда нам дизелисты говорят, не надо этого делать, мы это транслируем администрации, ну, кто-то взял на себя смелость, сказал, что я за это буду отвечать. Пока я не вижу никакого ответа за эти вещи. Для нас не просто нужно сделать качественно, да? Но если кто-то сделал некачественно, то он должен понимать, что он должен будет отвечать. Потому что на сегодняшний день мы очень часто сталкиваемся с вопросом, когда спрашиваешь, а кто за это отвечает? Все разводят руками, а никого нет. Как всегда. Как всегда. На самом деле это неправильно. То есть должен быть спрос, а не круговая порука. Вот мы против этого. Если Ильин что-то совершил не так, ну, значит, к Ильину все вопросы. И Ильин должен отвечать. Поэтому я считаю, что это основа нашей работы. Мы с депутатами работаем так. Виктор Николаевич, я знаю, что в Заполярном районе издается книга. Она будет приурочена к 15-летию Заполярного района. Ну, что это вообще за книга? Расскажите немножко. Ну, да, мы, этот же год у нас юбилейный. Естественно, за год где-то у нас началась подготовка. И мы отрабатывали по концепции, каким образом мы будем его проводить. Что для нас такое Заполярный район? Конечно, мы в концепции определили, что Заполярный район должен быть в лицах. То есть это наша гордость, это наше достояние. Конечно, люди, которые живут в Заполярном районе. И вот мы приняли такую концепцию. И как раз вот книга, она рассказывает о Заполярном районе в лицах. То есть представлены все муниципалитеты, представлены все депутаты, почетные граждане. И обо всех их, тех людях, которые создавали Заполярный район, которые в настоящее время работают вместе в Заполярном районе, естественно, добиваются высот, достижений. Конечно, мы рассказываем об этом именно в этой книге. Надеюсь, что она всем понравится, потому что ее пишет замечательный автор. Так что думаю, что все будет хорошо. Мы кроме этого еще делаем гимн Заполярного района. И уже поступили первые, уже даже обработанные, с напевом, музыкальной обработки. Слушайте, ну, когда мурашки по коже и хочется встать, я думаю, что гимн уже где-то рядом. То есть в любом случае мы уже без гимна не останемся. А это конкурс, да, на гимн объявлен? Нас критиковали за этот конкурс. Мы говорили, ну, чего вам не хватает в этой жизни? А я хочу сказать, что гордости нам не хватает, наверное. И гимн нам дает возможность гордиться Заполярным районом, чувствовать свою запричастность именно к достижениям Заполярного района. Это хорошо, это всегда нужно делать. А сколько уже заявок поступило на участие в конкурсе? На вскидку хотя бы примерно? Заявок поступило немного. Но мы еще ждем их. Но одна заявка, ну, открывать не буду, конечно, это самое, может появиться еще более достойно, потому что даже авторы, насколько я знаю, вот сейчас были на фестивале Корюшка в Индиге, там тоже готовы присоединиться к нашему конкурсу. Не знаю, что у них получится. Посмотрим. А они должны с музыкой, слова и музыка, или только слова, или только музыка? Каким образом? Парус слов. Есть текстовая часть, но есть, конечно, музыкальная. В идеале, когда это все в комплексе уже готово и записано, и с исполнением, со словами, с музыкой, конечно, это идеальный вариант. А так будет комиссия, она на самом деле представлена очень уважаемыми, талантливыми, понимающими во всем этом деле смысл. И я думаю, что они определят, кто лучше. Когда назначен финал конкурса? Ну, у нас будет к дню флага и герба, потому что в Заполярном районе флаг и герб есть, не хватает нам только гимна. Вот. Это в июне месяце. Виктор Николаевич, 4 апреля празднуется день рождения Заполярного района, 15-летие. Расскажите, пожалуйста, заинтересуйте и заинтригуйте жителей, и не только Заполярного района, всего округа, что это будут за мероприятия, что они увидят, что их ждет? 2 апреля у нас будет торжественное мероприятие, посвященное юбилею Заполярного района. Оно будет проходить в Арктике. Естественно, конечно, ограничение 50% наполняемости зала, но я надеюсь, что максимально мы этот зал наполним. А 4 апреля будут непосредственно гуляния в нашей столице Заполярного района, в поселке Искатели, где будут проходить праздничные гуляния, будут представлены хоровые коллективы, самодеятельность, развернута торговля, насколько я понимаю. Вот. И, конечно, мы приглашаем всех с тем, чтобы присоединиться, присоединиться, поучаствовать, отпраздновать наш юбилей. Кроме этого, у нас на целый год запланированы мероприятия. И многие депутаты уже проводят данное мероприятие непосредственно в поселениях, где бывают. И я хочу сказать, что не число определяет день рождения, не день в месяце, а целый год. Поэтому целый год мы будем встречаться, праздновать, награждать и отмечать наших жителей, которые этого достойны. Виктор Николаевич, на этой позитивной ноте, я думаю, да, мы закончим с вами. Спасибо вам большое, что нашли время, пришли к нам в гости. Ждем вас еще в нашей студии. А я с вами прощаюсь и напоминаю, что в студии в нашей был глава Заполярного района Виктор Ильин. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»